Приветствую вас, Ольга. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте, точнее даже не вопрос, а текст, который вы написали. Вот. Собственно, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, да, это на то, что вы вообще вот вопросы не задаёте, а то есть вы как-то вот просто написали, написали проблему, да, вот, но вопроса именно психологам вы не задали никакого. Это, наверное, первое. Второе. Есть некая проблема с тем, как вы относитесь к своим выборам, к своему решению, к своим поступкам. То есть, ваши были абсолютно адекватные основания для того, чтобы поступать так, как вы поступали. Вот. Ну, вы этого сейчас не признаёте. То есть вот после того, как это произошло, вы себя вините. Что говорит о том, что вы отказываетесь, ну, признавать свои решения. То есть вот, ну, что какие-то решения вы принимали, да. То есть тот момент, когда вы, например, приняли решение о том, что за котом ухаживают не только вы, но и другие люди. Ну, вот тот момент, когда вы поняли это, тот момент, когда вы приняли это. А вы, видимо, действовали либо недостаточно осознанно, да, то есть вы для себя сами вот не отметили этот момент, что вот я так решил. Я решил, что теперь не только отвечаю я за кота, да, но и другие люди тоже. Вот. Это первая проблема, которая у вас может быть. Вторая проблема, это то, что вы, наверное, разнимали котов, то есть вмешивались в их взаимодействие. Это животные и животные, ну, животные нельзя самостоятельно решать свои вопросы, свои проблемы, да. Вот. Это такой момент тоже достаточно важный. И следующий момент касается того, что вы, на мой взгляд, чересчур большое значение придаете животным. То есть вот, как-то мне показалось, что очень много для наших котов, кошек, вот. То есть явно здесь вы пытаетесь что-то компенсировать, может быть. То есть вот надо было проанализировать, как вы пришли к тому, чтобы так вот много своих сил, много ресурсов отдавать животным. Вот. И брать на них такую вот, на мой взгляд, через, ну, через чрезмерную ответственность, вот. Но основная проблема заключается в том, что вы обесцениваете свои реакции, которые абсолютно естественные. Вот, например, то, что вы разозлились на кота, когда он на вас, ну, как-то злобно отреагировал. Вот, как вы сказали, вот, то, что вы разозлились, это сама по себе, да, модель, ну, сама по себе, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потому что, если такая реакция возникла, значит она должна быть другой вопрос, да, другой вопрос, что её вызвало, да, конечно же, другой вопрос, что конкретно вызывало такую реакцию, вот. Но почему вас злит отношение, например, животного к вам, чего вы ждёте от животных, то есть почему-то вызвало вопрос. И если вы пренебрегаете, например, своими чувствами, то в итоге это всё выливается в вину. То есть вот недостаточно прописанная ответственность, недостаточно чёткие рамки ваших действий, ваших решений, вот. Приводит к чувству вину. Вот это, на такие моменты, в целом, мне кажется, вам нужно обратить своё внимание. Это вы можете обсудить со специалистом, любым, который вы выберете на нашем сайте. Вот. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, то благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Отлично. И... Надеюсь, что... Что-то, что-то. Что-то. Преверсиво. Продолжение следует...